В среднем россияне более трех часов в сутки пользуются смартфонами и планшетами. Еще большее время проводят перед мониторами и телевизорами. Несомненно, это приводит к серьезным последствиям для глаз. Появляются проблемы и с возрастом. Зрение ухудшается, хрусталик мутнеет. Возникают различные мушки и так называемые ниточки, которые мешают нормальному восприятию. Зачастую в решении этих проблем помогают такие стандартные процедуры, как лазерная коррекция. Однако в некоторых случаях приходится прибегать к более серьезному вмешательству, вплоть до протезирования. Это особенно актуально для людей старшего возраста. Людям, которые хотят улучшить свое зрение и чувствуют какой-то дискомфорт после 50 лет, мы можем предложить такие хрусталики, которые позволяют человеку видеть вдаль и вблизи без очков. То есть это комфортно, это социально адаптировать человека, если ему это необходимо. Специалисты центра пользуются высококачественными трифокальными хрусталиками, которые производятся в Германии и США. Эти технологичные зрительные протезы позволяют человеку фокусироваться на разном расстоянии. С ними гораздо удобнее читать, работать и любоваться пейзажами. Разницы с натуральным хрусталиком практически нет. Операция по замене длится меньше часа и уже через двое суток можно, например, садиться за руль. Однако не каждый пациент захочет лечить зрение хирургическим путем. Для них есть и другой вариант – склеральные линзы. Такое лечение особенно эффективно при кератоконусе – заболевании, при котором роговица истончается и меняет свою форму. Это жесткая контактная коррекция. Пациенты одевают линзу на 8 часов, как и обычную контактную линзу. И она может корректировать такие непростые проблемы с роговицей, как кератоконус, как сложнейший астигматизм, любой степени. Любой степени – близорукость, любой степени – дальнозоркость, любой степени – астигматизм. Склеральные линзы индивидуально подбираются для каждого пациента. Автальмолог стремится найти такой оптический прибор, который обеспечит максимально возможное качество зрения. В таком случае врач заказывает у производителя линзы с точными параметрами. Уже через два дня пациент сможет вернуться домой счастливым. Еще более радостным его может сделать и избавление от раздражающих мушек перед глазами, которые мешают зрению. Можно подумать, что это просто прилипшие пылинки. На самом деле причина мушек – деструкция стекловидного тела. Каждая из плавающих ниточек и точек – уплотнение в жидкости глаза. С ними можно бороться с помощью витриолизиса – уникальные для Крыма процедуры. На полуострове есть всего один аппарат, предназначенных для этого. Для Крыма эта проблема более актуальна, потому что большую часть времени года у нас светло. И мы, как правило, все видим эти мушки, плавающие нитки, точки. Все это можно решить с помощью такой процедуры, как витриолизис и вот этого замечательного лазера Ультра-Кью-Рефлекс. Но это не просто решается проблема с просто мушками и нитками, но и при более серьезных деструкциях стекловидного тела. Точным выстрелом лазерная установка выжигает уплотнение в стекловидном теле, после чего оно больше не отбрасывает тень на сетчатку. Зрение снова становится ясным. Назойливые мушки больше не мешают, а риск возникновения тяжелых поражений сетчатки, например, ее отслоение, сводится к нулю. Если такая патология все же произошла, на помощь придет витриоретинальная хирургия. Мы переходим к малым разрезам, то есть к проколам практически, которые не ушиваются. Глаза спокойные на следующий день и практически не отличишь от здорового, неоперированного. Благодаря этим технологиям мы оперируем уже на поверхности сетчатки без, собственно, самой витриотомии, без удаления стекловидного тела. Десятиминутная операция решает проблему, которую не могли решить столетиями. Сейчас это развивается, и мы здесь, в Крыму, это делаем. В перспективе медики планируют освоить совершенно новый вид хирургии, который позволит вернуть зрение при самых серьезных нарушениях сетчатки. Для этого ее будет необходимо полностью отделить, удалить пораженный участок, а затем вернуть на место. Такая методика способна восстановить до 10-20% от зрения даже тем людям, кто практически не видит. Приступить к ее использованию крымские офтальмологи планируют совсем скоро. Никита Егоров, Артур Чалый, Служба новостей и ТВ.